Друзья, сегодня мы с вами проговорим про авторские права YouTube, потому что в последнее время YouTube охренел. В прямом смысле этого слова я вам сейчас все прекрасно продемонстрирую, покажу, объясню и как в дальнейшем с этим бороться. Добро пожаловать на канал AppleExpert, с вами Владимир. Итак, смотрите, друзья, последняя история, которая со мной случилась по авторским правам, мне бахнули якобы за кликбейтное название за взлом якобы ВК-страницы, но на самом деле этого не было, это лишь было название только кликбейтным, дальше я просто показывал там моменты, как отправить пустое сообщение и так далее. Это вообще к этому не относятся. Ладно, с этим разобрались, я там переписывался, там мне все-таки там чат поддержки ответили, что якобы есть какие-то нарушения, но по факту мне ничего не тыкнули, читайте, ознакомлюйтесь, там, ну, это такое. Ихнее дело мелкие каналы истребить. Вот, следующий момент мне прилетело, что? Это было, как скачать музыку с Google. Я это сделал просто на айфоне, продемонстрировал, как это можно было скачать, опять же, не то, что даже кликбейтное название. Единственную ошибку я сделал, что? Вы можете дважды подать, а в некоторых случаях трижды апелляцию, если вам отклоняют, ни в коем случае не удаляйте видео самостоятельно. Почему? Потому что вы можете перейти в чат поддержку, примерно в 10-11 часов дня она начинает работать в зависимости от вашей страны, а именно в зависимости от того времени. Если у вас американский канал, вы находитесь в странах СНГ, вам нужно учитывать время 10-11 часов дня по ихнему времени. Если же у себя в стране, значит, по вашему времени техподдержка работает. Смотрите, друзья, у нас будет первоначальная страница выглядеть вот так вот, то есть моего канала. Вы нажимаете на видео, попадаете на видео и вот здесь в верхнем углу у вас будет чат. Вот именно он сейчас пишет. Чат службы поддержки авторов временно недоступен. Почему? Потому что то, как раз о чем я говорил, сейчас время не рабочее. То есть когда у вас канал создан по вашей стране, то есть примерно в 10-11 часов дня вы можете связываться с техподдержкой. Нажимаете, у вас здесь вылазит окошко и вы просто уже общаетесь с человеком по данному вопросу. Вы можете писать на русском языке, на своем языке, либо же, если знаете английский, писать на английском языке и общаться с оператором. Все. Да, действительно в этом случае была ошибка, но ошибка именно робота, потому что все на наличии проверки всех видео выполняет не живой человек, а просто рабочая программа в YouTube. То есть могут быть ошибочные решения, мне неоднократно приходили извинения, что на каких-то моих видео якобы было нарушение. В данном случае я сделал ошибку. Почему? Потому что не нужно было удалять видео, поэтому и вы не удаляйте видео, и вы будете удовлетворены своим результатом. Ознакомлюйтесь со всеми правилами сообщества YouTube, чтобы не попадать в такие ситуации. И просто три раза можете подать апелляцию, дважды от вас, один раз может подать апелляцию от вас именно оператор, который будет с вами общаться с техподдержкой. И этого в принципе должно быть достаточно, потому что где когда с человеком общался, он мне сказал, Да, действительно здесь никаких нарушений нет, это ошибка, но поскольку, поскольку вы удалили видео, невозможно типа уже это все дело восстановить. То есть это все сугубо на мне лежит. Теперь три месяца мне нужно ждать, пока пропадет это все дело. Точнее даже никому ждать ничего не надо. Первое предупреждение идет на неделю без права каких-либо публикаций, там не важно, коротких видео, просто в сообществе. Второе нарушение это на две недели решает, третье просто удаление уже канала. Раньше чуть больше была позиция, сейчас это сделали меньше, поэтому будьте осторожны, я все правила выложу в описании под видео. Читайте, ознакомлюсь точно так же по всей инструкции, кому было что-то непонятно, пишите. С вами всегда 24 на 7, поэтому оставляйте ваше мнение в комментариях, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Дальше больше, скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok